Когда был слабый ветер, да, вчера он был слабый, сейчас, конечно, уже прям, ого-го, какой ветерочек, скажу тебе честно. Он, видишь, имеет боковую составляющую западную, приличную, но попутной составляющей тоже хватает. Здесь принято так, до 28 км в час можно заходить попутным ветром, а если больше, то уже нельзя. Так, та же самая коробочка, 4 разворота, давай я тебе сверху проэмитирую. Смотри, классическая коробочка та же, почти, вот этот карьер, ну, понятно, что не делаем там первый, второй, третий, первый, второй, то есть мы начинаем как бы вход со второго разворота, проходим над карьером. От второго разворота идем в сторону Лоботима-Сирион, к третьему развороту, а вот где-то ориентировочно чуть за ручьем, чтобы дальше вдоль ручья, вдоль речки, мы вышли на склон. Сейчас правым крылом покажу тебе, видишь, там две петли дороги, раз, одна и вторая. Вот мы примерно на их уровне должны находиться, на подходе, потом делаем четвертый разворот сразу за ними, у нас по склону, и пикируем на аэродром, пытаемся приземлиться. Сейчас будет взлетать самолет, ну, не пытаемся, мы приземлимся нормально. 48 км в час дует, это, ну, метод 12 метров в секунду, уже по ветру многовато было бы. Так, взлетит самолет, как раз мы удачненько и зайдем, никому не мешая. В чем здесь особенность? Тоже держать высокую скорость из-за турбулентности, где-то 140 км в час. В этой скорости запасена огромная энергия, если долго лететь и высоко лететь, то просто можно не приземлиться до конца аэродрома, несмотря на встречный ветер. Поэтому мы проходим относительно низко деревья, лучше на меньшей высоте, но на большей скорости, потому что скорость ты всегда в энергию можешь превратить, там, в конце концов, ручку на себя дал, все перепрыгнул. Вот, вот самолетик взлетел сейчас. Оп, они улетели. Я выпускаю шасси. Оп, выпускаю воздушные тормоза. Но закрылок будет шестой. Почему? Потому что не хочется приземляться на режиме лендинг. Бланер хуже управляется немножко. И второй момент, что закрылок лендинг, если мы доводим больше 140, то его можно повредить. Поэтому шестой закрылок подразумевает более такое вольное отношение. Вот я делаю, по сути, второй разворот, от второго к третьему. И вот здесь, в принципе, поворачиваю уже над речкой. Короткая коробочка будет у меня. И докладываю. Сэрла Батин, где Виктор Даумин, Клянин, Кузаус. Ой, ту норк. К чему автоматизм подводит? Мы привыкли к одной и той же фразе. И дальше была болезь. Вот я и доложился, что сажусь на юг. А на самом деле сажусь на север. Так, вот эти две петли с левой стороны, наблюдаешь. Вот мы сейчас идем. Например, на их высоте. Но это больше для удобства, ориентировки для новичка. Как-то по-хорошему пути прием. Ты видишь, как шкуряет так. Вот это тебе не это. Оп. Доворачиваю сейчас. Ух ты ж, ел. Вот это погодка. Оп, 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 деревья перелетаем. Оп, максимально я сейчас. 150 по заходе, представляешь, сейчас у нас. Сейчас я выравниваюсь. Вот, сейчас должна скорость упасть. Будем пытаться коснуться. Оп. Коснулись, едем. Оп. Как-то по-хорошему пути прием. Ты видишь, как швыряет так. Вот это тебе не это. Оп. Доворачиваю сейчас. Ух ты ж, ел. Вот это погодка. Оп, 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 оп. Оп, деревья перелетаем. Оп. Максимально я сейчас. 150 по заходе, представляешь, сейчас у нас. Сейчас я выравниваюсь. Вот, сейчас должна скорость упасть. Будем пытаться коснуться. Оп. Коснулись, едем. Вот так. Оп. Да, фишки, это даже подлетываем. И все спокойненько. Оттормаживаемся, съезжаем. Карманчик, чтобы не мешать остальным участникам дорожного движения. Там пропасть дальше, дальше не поедем. Да, это капец, как страшно. Да, это не то, чтобы капец. Снова. Историн. Историн. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Друзья, я называю, что над пропастью Варжимы остановились. Сейчас аккуратно фонарь ни в коем случае не открываешь, потому что открываю я. Фонарь может сейчас просто унести. Я смотрю, насколько сильный ветер. Нет, терпимо, можешь открывать. То есть мы, видите, друзья, паркуемся в карманчике, в небольшом карманчике. Деревья штормит, но основная часть ветра идет вот так, тут завыхрение, поэтому у нас затешочек небольшой. О, ну в этот затешочек тоже залетают порывчики ветра. Фух. Вот такая вот веселая посадочка с северо-западным ветром. Заход от склона нормальный, мы так часто приземляемся. Я обычно сажусь немножко, приземляюсь короче, потому что останавливаюсь вот там где-нибудь в районе асфальта и могу перекатить планер там руками буквально на следующий взлет. Но не сегодня, потому что очень высокий уровень турбулентности, очень большая боковая составляющая ветра. И при такой турбулентности есть риск, если чуть меньше скорость, то страшнее. Я держал 150, если было бы 140, я постановился на асфальте. А сейчас, когда я особенно тряханула там на заходе в одном месте, я думаю, да, полоса длинная там все, поместимся. Вот. А главное у нас безопасность. До новых встреч, уважаемые любители летного вида спорта. Погода бомба, контента гей. Эггей, в общем. Фух, с 6 утра в воздухе, 6 часов по волнам, на 4 тысячах, кислород кончился. Сейчас чаю и спать.